По случаю прибытия символа соревнований на самую сладкую фабрику города, рабочие специалисты покинули свои цеха и кабинеты. Для нас это очень почетно и очень приятно, что я думаю, что в честь того, что мы одно из первейших предприятий, не только в городе Бобруйске, но в области, наверное, в республике, поэтому для нас особая честь в канун нашего 150-летия принять огонь мира. Хранители огня и факелоносцев, сотрудники красного пищевика встречали у входа на предприятие. Честь зажечь пламя мира выпала Сергею Новикову, мастер спорта СССР по греко-римской вольной борьбе. Это самый яркий свет, символ будущих побед. После стафета проследовала в цеха. Сергей Новиков бережно и неспешно обошел с лампадой рабочие линии. А после титулованный спортсмен и тренер поделился. Он горд, что организаторы поручили ему несложную, но столь почетную миссию. Участникам Европейских игр медали. Я бы хотел пожелать, чтобы они достойно выступили. Ну, а воспитанникам, чтобы брали пример из старших, которые сейчас участвуют в Олимпийских играх. Еще один из факелоносцев – 22-летний Матвей Горобченко. Банковский работник из Минска в свободное время занимается спортом и участвует в полумарафонах. Последний рекорд парня – 21 километр за час 44 минуты. В этот раз бежать не пришлось. Красный пищевик – это гордость нашей страны. Мы сейчас только что видели лучшую продукцию, самую свежайшую, самую вкуснейшую, которая, ну, лицо нашей страны. И это очень вдохновляет. Я сейчас заряжен максимальной энергией, потому что ощущается дух, вот это пламя, которое ты несешь в руках, которое прилетело, приехало из Рима на мотоциклах, побывало на Монглане. И сейчас мы здесь. Это очень доезжает. И приятно быть здесь. Очень большая честь. Уже завтра огонь вторых европейских игр примет Гомель, а 17 июня Минск. Напомню, что завершится эстафета в день открытия 21 июня на стадионе «Динамо». В мульсиспортивном форуме «Континента» примут участие более 4000 спортсменов из 50 стран. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.